Всемирная организация здравоохранения признала лихорадку ЗИКа угрозой мирового масштаба. По заявлению ВОЗ, вирус распространяется слишком быстро. Введен режим чрезвычайного положения. Это, правда, не предполагает ограничений на поездки или торговлю. Тем не менее, решение поможет развернуть научное исследование и более активно противостоять вирусу, который до недавнего времени считался неопасным для человека. Сейчас же специалисты предполагают, что микроорганизм, не передающийся через укусы комаров, может вызывать микроцефалию, проблемы с мозгом. Вирус добрался более чем до 20 стран Африки, Азии, Южной Америки. Единичные случаи заражения выявляют в США и Европе. В Белоруссии, как и в других странах, вирус ЗИКа, конечно, может быть. Это будет связано с завозными случаями. Люди, которые предпочитают отдых в теплых странах, в странах экваториального пояса, и особенно в Латинской Америке, естественно, подвергают себя риску быть зараженными. Естественно, это связано с тем, что у людей нет никакого защитного иммунитета. То есть это новый для населения этих стран вирус. А распространяется он достаточно легко и быстро через укусы комаров. В Беларуси вид комаров-переносчиков вируса ЗИКа не встречается, поэтому отечественные эпидемиологи не видят столь серьезной угрозы для наших соотечественников. Субтитры создавал DimaTorzok